Мы американцы, мы самые лучшие. Ты патриот России? Если ты можешь здесь жить, ты можешь везде в мире жить. Ты купил землю? Подруга сказала, давай битчок, теленок, от наших гор, мясо, молоко. Как вы выращиваете укроп, как вы выращиваете помидоры? Я хотел все узнать. Но при этом как люди к тебе относятся? Кошмар. Что нужно сделать, чтобы тебя не сгладили? Не сгладили. Что это гладить? Гладить? Это проект «Мы и они». Я его автор Мария Шахова. Почему люди переезжают в Россию? Что они видят здесь такого, чего не видим мы? Об этом и не только я спрашиваю иностранцев, которые родились и выросли за границей, но выбрали жизнь здесь, в России. Джей Клоус, 59 лет. Американец. Родился в Нью-Йорке. Рос в Мексике, работал поваром в Европе, жил на крокодиле-ферме в Австралии. Однако идеальным местом считает Россию. Последние 30 лет занимается сароделием в подмосковной деревне. Обожает учиться чему-то новому у русских. Но никак не может привыкнуть к нашим суевериям. Джей, привет. Добрый день, Маша. Здрасте. Спасибо тебе большое, что приехал сегодня ко мне в студию. С удовольствием. Я понял, что у нас много интересных сюжетов. Поговорим вместе. Обязательно, я думаю, сегодня поговорим. Но расскажи мне с самого начала. Я знаю, что ты родился в Нью-Йорке. После вы с родителями переехали жить в Мексику. А через 4 года вернулись обратно в Америку, в Калифорнию. Да. Ну и, собственно, на летние каникулы ты уже ездил в Мексику. Там ты закончил колледж, стал работать. О, там колледж еще в Мексике, да? Был колледж, витраж и церамика. Как ты попал в Россию? Как ты узнал вообще о России? Я жил в Париже и работал в ночной клубе, в ресторанте. И я был на террасе в центре Парижа и видел много интересных людей, язык. Спросил, вы откуда? Они сказали, из России. И я показывал Майка, Hard Rock Cafe, Москва, Ленинград, на русский шрифт. И они сказали, а вы там были у нас? Я сказали, нет. Откуда рубашка? Я сказали, кого вы мне подарили. И я сказали, вы хороший, не знает Париж. Они сказали, нет, мы здесь первый раз. Я их показывал разные точки, ресторанты, клубы на своей барже, яхты в Париже. И каждый раз они приехали раз в месяц, на 5 дней или 4 недели, подел. Были Валентин Дашкин, Андрей Кобзон, группа Моральный Кодекс, группа Кроссроудзи. И каждый раз я их встречал, погулял немножко. И этот раз они сказали, ты хотел смотреть Россию? Я сказал, да. И сказал, вы ели через 3 дней. Как вы будете сделать визу и приглашение, и билеты? Они сказали, не волнуйся. А ты помнишь вот эти первые свои ощущения, когда ты приехал в Россию? Холодные войны нам из детства. Перед моей родом был там негативный говор по-подрусски, что коммунист плохо, и русский плохо, и они хотят контролировать всем миром. Вот это слышали с детства. Я там видел матрешку, я 14 лет. Я сказал, это откуда? У меня тетка, которая женил мой дядя, что она не из крови, матрешка была. Я спросил, разом полки дома. Там фаерплейс, кастрор, там вот это полки, где все разные вещи. Я спросил, что это? Они сказали, это матрешки, это из России. Я открывал, открывал, я слушаю это. Я уже решил проблему. Вам как мы, мы как вы, просто другая государственность. Мы должны были дружить, что вот это. И я до сих пор не знал русский. Я просто, я не знаю, там 28 лет сначала знакомиться в русский, или в Австралии, или во Франции, в Америке, я не знал никакой русский. И когда я понял, что тоже обычные люди, меспионы, вот эта паранойя из детства нам кормила, я рад, что ничего из этого не было правды. А какой это был год? 93-3 декабря, минус 25. Я ни разу не жил на такой погоде. Я только жил в Калифорнии, Австралии, Гавайи, Папа Новый Гене, Франция. Там 0 градусов зимой. Во Флориде вообще 15 градусов плюс зимой. И это только два недели. Ну что, первый раз я чувствовал такое холодное, и такая жизнь. Состояние России было нехорошее. Я был интересным людям. Как вы там ловили такси, 10 машин, а сразу целью очередь. Что-то тебе спрашивают, куда надо ехать. И если тебе нравится, все на первом такси хлопают дверь, сберут другой такси, другой, другой. Конец кого-то сказал, я еду туда, я за Копак. И вот так путешествовала Москва раньше. Я думаю, почему люди не боятся, в Америке никто не останавливается. Только маньяк останавливается. Нормальные люди не останавливаются. Я думаю, это тоже пропаганда. Это все люди должны, куда они будут. И они тебе заберут по пути, и чуть-чуть деньги за сигарет. И что их надо? Хлеб, может быть, хочешь купить, едет домой. Буханка хлеба или что. Мне очень интересно, что у людей не была такая паранойя. И легче общаться с другими. Русские мне скажут, что они едут во Франции, в Америку сложно дружиться. Все типа закрыты. Или паранойя. Не так открыто, как Россия. А почему ты решил остаться? Или ты остался не сразу? О, я не остался сразу. Первые дни 10. Потом они спросили, все, ты понравился? Я сказал, 10 дней на такая страна. Говорит, так ломи, это Марс. Люди едут на работу, их нет зарплаты. Я говорю, странно, странно. А тебя стало тянуть в Россию? Почему ты решил сюда переехать? Много причин. Я видел, что здесь может быть. После этого решения, все. Много есть новая система. Будет много вопросов про международный блюдо, который я могу учить людям. Будет много вопросов, как сделать, то, что клуб, дискотека, заведение работал, что был народ, как тягивать народу. И это, я не скажу, что я эксперт мой. Перед Россией уже был 40-30 лет на это дело. Я тоже плотник, и данный бошик, и типограф, и все там разные. Если ты можешь здесь жить, ты можешь везде в мире жить. Реально. Здесь сложно, нелегко. Другой язык, другая культура, другой алфавет. Другая система зарендует квартиру, штраф платит. Как говорить с ГАИ, а нам все по-другому. Что вы готовите, где вы купите продукты, как вы выращивать укроп, как вы выращивать помидоры. Я хотел все знать. Как сделать малины, варенье. Как сделать сельники. Я хотел все знать, что каждый день маленькие учебы. Язык, культура, история. Что нельзя? Нельзя положить коробку сон на стол. Нельзя дать руки под порог. Все вот это мелочи, это интересно. Я уже заметила, что ты знаешь какие-то наши приметы. Но давай попробуем, попробуешь разгадать мои. Я буду называть начало и предлагать тебе несколько вариантов ответов под, соответственно, эти приметы. Посмотрим. Что нужно сделать, чтобы тебя не сгладили? Первый вариант. Покрутиться вокруг себя. Второй вариант. Постучать по дереву. И третий вариант. Выпить чистой воды. Вопрос был, что не трогать меня. Что нужно сделать, чтобы тебя не сглазили? Не сглазили. Что это гладит? Сглазили. Это когда тебе что-то говорят, но ты не хочешь, чтобы это сбылось. Если кого-то сказал, аккуратно, может быть, тебе авария. И ты сказал, надо тучить дерево, да? Правильно, да. Нужно постучать по дереву. А ты знаешь, откуда это пошло? Бабушка примета. Ну, практически. На самом деле, это еще идет с язычества. До православия в России было язычество. И считалось, что дух дерева, он очень добрый. Когда ты стучишь по дереву, добрый дух тебе помогает. Да. Вот так. Типа такая на английском. Вы знаете, как? Как? Хочет удачи трогать дерево. Да, это аналогично, я думаю. Это бы там. Давай следующую примету. А в один день нельзя в доме мести двумя вениками. Иначе, первый вариант, коза убежит. Второй вариант, любовник не придет. И третье, богатство разметешь. Если веник как? Двумя. Двумя разными вениками метешь. О, тебе два разных веника. Ну, сначала одним помел, потом другим помел. Или два. Ну, либо два одновременно, да. Вообще не знал, что это проблема. Я слышал, что мусю нельзя в ночи везут на улице, да? Ночи нельзя. Нельзя. Окей. Я боюсь, как я по маленьке. Я думаю, ты до бабы яга на улице ждет. Я говорю, давай я жду до утра. На самом деле нельзя вести двумя вениками, потому что богатство разметешь. И корнями это уходит опять-таки к язычеству. Потому что считалось, что таким образом ты можешь спугнуть домового, он обидится, потому что домовой один, поэтому веник у него должен быть один. А когда ты метешь двумя вениками, он может обидеться, потому что это говорит о том, что у тебя как бы два хозяина в доме. Обидится и уйти. И все, и не будет денег. Кошмар. Все в России связано с деньгами. Ты знаешь, у меня пять веник дома. Я думаю, тебе надо сократить. Одна уличная, одна кухня, одна сырная комната. Я думаю, с этим нужно что-то делать срочно. Пока есть деньги, что я думаю, что не так срочно. Я буду думать на это. Третья примета. Если брать или отдавать деньги человеку прямо в руки, что будет? Их станет больше, их станет меньше, или их вообще не будет? Нету четвертых вариантов. Какой? Что он тебе просто дал деньги и конец истории. Он тебе просто в Сбербанк онлайн перевел. Нету? 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 Я выйду много на Лури кладевать деньги на стол. и окей и люди я второй сюда другом сиденье положить на стол и этом и к чему это я не понимаю рассказывать и это означает что денег не будет да вот энергетически к ты как бы передаешь деньги из рук в руки тебе могут передать неудачу поэтому положить на стол в том числе да потому что ты кладешь на стол стол чаще всего был деревянный соответственно это добрый дух дерево их освещает все ты берешь же хорошую энергию вода выси люди тебе даст подарки и не должен положить на стол то если деньгами то сто процентов почему ты выбрал именно сыроделие в россии почему не было скоро 30 литр молоко каждый и не знал что сделать эту и думать о кей как рано от молоко мне мало дети подожди а как ты купил вообще ферму я купил земли к купил землю и там стал же сводить скот ну и целый дом я не закончил дом подруги сказать давай битчок теленок от нас будет мясо молоко из кого я ничего не знаю я только крокодил сми я собака кошка ну такая вещь я тебе учу все вот так начал бы я не до сих пор не закончил дом я жил бутовка вместе с теленок кипячок и ну ровно два недели в возрасте 50 килограмм сплю рядом и они там я не знаю месяц потом дом достроил они жил на бутовка я жил дома а потом и ну через два-три года корова беремен и молоко до скоро начинается когда рода что я буду сделать 30 литр молоко опять вернула эту тему я буду варить все мы как сделать все а иногда я летаю голландии франция голландии идут я учусь делать все это что я буду сделать молоко из макарова коровы еще бревнем ясно скоро будет сразу выражает и молоко начинается как кран который фильм он выключает 30 литров день класс наша российская продукция может выдержать конкуренцию вообще скажем там со швейцарским сыром пока нет идет ближе ближе это уровень вот или может тот сделать почему тебе нет такой земли тебе нет высота море как и другое растение каждый год есть два молока земли и летний и большая разница по витамин по качеству и количеству и тогда но подожди при этом в российских магазинах практически весь сыр уже наш российский правильно я понимаю то есть это приводят наши фермеры а насколько вообще легко вести фермерский бизнес в россии помогает государство может быть какие-то люди может быть когда русский гражданство который должен будет или сегодня завтра ну и что когда паспорте на войну мог участвовать вот это грант что поддержит фермы и так далее я бы больше земли больше скота я не слышал но ты не пользовался слышу как называется накопал чуть-чуть советовать спросил думаю точно будет лучше когда мне русские гражданцы русский паспорт а вот помимо этой проблемы с какими-то другими ты сталкивался из-за того что ты иностранец и то что американец может быть в том числе много проблем и язык культура ты говоришь кого они тебе не понимают и тебе надо кого-то объяснять русский на русский как переводчик и когда люди меня встречают и здесь будет вообще ничего не понимает и они спрашивают что он сказал но при этом как люди к тебе относятся мировой русский русские но в россии россияне много любопытно спрашивают почему я здесь как я здесь как я здесь нравится что я читается здесь интересно что там не лучше вот это весь десятка самопопулярный вопрос чтобы не дать вот что у нас не и что у нас лучше чем там или отвечаешь в этот момент каждый человек другой меня нравится здесь вы едете туда год-два потом видеть как сложно жить вы вращается я знаю много русских кто едет туда и больше всей вращается а с какими сложностями ты столкнулся в бизнесе может быть что-то тебя поразило в том как русские ведут что сделать это и обычные люди едут и они один раз едут все документы я там 20 раз едет это документ не хватает это не поливочек надо это надо там какая штабы обычные люди понимают эти системы а ты не пробовал там пользоваться электронным документооборотом госуслуги или это недоступно гражданность есть есть госуслуга офис удобно много раз лучше чем раньше большая прогресс нету по документу россия раньше ты мог замкнутый круг сейчас ты сегодня одна точка и практически можешь все там сделать и служит у помогает и есть апп на телефоне может сделать все из дома практически да у меня надо помощник от соседей или я еду туда в офис мы до очень об европе и америке это не изменилось до сих пор бюрократия бюрократии там есть везде и очень сложно везде и в америке ты можешь продает сервис не пастеризованный или молоком если тебе даже коровы это только твой молоко ты не мог подарить продает другая люди только твоя семья если это сделать арестует тебе магазин сурой продукты ты растует тебе твой продукт и и тогда и все твой склад ты можешь вы поняли это опасно сырое молоко на коллажиков ты можешь купить мастерое молоко и сыр не можешь а у нас можешь да это специально сделано большая компания дан он you play что их был монополий что не был семейный бизнес поняла семейный бизнес их будет брать от их прибыл когда тебе есть два большая компания кто держит запад и восток все штаты 250 миллиона прибыл достаточный что ты можешь платить лоббийст и лоббийст будет сделать закон на то и поздно что твой завод и только твои заводы будут работать если вот это папа бизнеса не закроет то есть там не так уж развита фермерство как мы слышим это здесь вот там можно выращивать кукурузу или зону или твои личные вещи мы делиться продает это сложно есть кооператив где люди как группа каждый платит 100 рублей месяц и это как семья и они из это группа получает сырое молоко и сырой 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 овощи без без соседа получаются приятных арестует я продукт и как называется хватит печатать и вот так ну прям потолу извинишь щеки нами хочешь купить калашиков и пистолет без проблем это не опасность каждые дни там они едят школы стреляют студентам детский сады или театр или кинозал и стреляют друг другом и здесь получать лицензию оружие очень сложно я правильно понимаю что купить оружие в америке ты можешь это не опасно а купить молоко у фермера это опасно основными продуктами в экспортных поставках продовольствия является зерно рыба и растительное масло россия один из мировых лидеров по экспорту этих продуктов в особую категорию с недавнего времени выделился сыр у нас его стало столько что из импортеров мы превратились в экспортеров так только в прошлом году россия поставила более 30 тысяч тонн сыра в белоруссию казахстан узбекистан азербайджан и другие страны но самое главное что мы продаем не обычный российский а крутой и сложный в производстве сыр типа моцареллы бри и камамбера джей ты знаешь я хочу сравнить некоторые аспекты жизни в россии в америке я выбрала несколько разных фактов вот ты знаешь в россии есть программа благодаря которой ты можешь бесплатно получить участок земли и развивать его слышу а в америке или во франции есть подобные программы сто семьдесят лет назад называется бегство земли земли бегство и там положил кучу народа на этой линии и пистолет старт и алисей бегу и должен положить кучу свой участок я не стрелял друг другом и бил друг другу все получают лучи участок в кино там груз играл а сейчас кого нет все давно не такая вещь нет надо купить все деньги россии очень много социальных программ в том числе в поддержку материнства у нас есть материнский капитал всевозможные выплаты а гринский капитал это что поддержит мат и потица за первого ребенка дают денег за второго за третьего каждый раз сумма увеличивается платить за каждого ребенка я не раз не получил ничего не очень на 2 мне кажется у тебя есть время ты можешь наверстать до 4 3 уже а в америке или во франции есть подобные программы вообще у нас в россии есть традиция 1 в новый дом пускают кошку а в китае например первым в новый дом вносят ананас а вот у американцев или у французов есть какие-то такие интересные традиции может брать свою жену в рукам и нести через порог новый дом должен брать свою жену и неси перед порог у нас кошку а у вас жену для кошки пока нет джей ну вот ты знаешь я на самом деле часто бываю в америке и я могу сказать откровенно еда в россии куда вкуснее чем в америке ты со мной согласен я не согласен почему у меня бабушка из детства не возил сама крутой ресурс нью-йорка это я получил колоний опыт или любовь на это еда в россии тоже много ресторан вода а какое твое самое любимое русское блюдо местная сборная саланка я рисовал грибной суп естественно есть русский грибной и французский грибной почему здесь тоже грибной суп раньше в этом небо французский грибный белый белый грибный лес не грибный такая что да я люблю тоже это я люблю сырники я люблю папушки с чесноком я люблю борщ зеленый борщ но я чувствую прям что ты уже ухтой твой вкус прям конкретно обрусевший но я предлагаю все-таки это проверить ты готов до котов я люблю еда в этом сезоне я угощаю всех своих гостей традиционными русскими блюдами и пытаюсь их удивить и так джей у нас в стакане традиционный русский напиток только не подглядывая я предлагаю тебе попробовать его держи держи пей и расскажи нам о своих ощущениях ну ты можешь открыть глаза только да не подсматривай стакан ты знаешь что это кисел правил личный малиновый а тебе нравится вообще кисель да когда ты первый раз его попробовал какие были ощущения это никак другая вещь что я пробую жизнь не раз не был так это исконно русское блюдо я смотрю ему понравилось джей а вот есть что-то вообще в россии такое с чем ты не можешь смириться я не понимаю вы танки и рокет все вы не можете сделать машину что там не но что похожи мэссерии с бемвей а тойота не может только жигули да ладно это меня бесит сколько опытный ингенер и люди и заводы что реально может сделать машина для русских а хорошо может быть до экспорта мы чтобы конкуренция до сих пор все хочет русский ракет никого не хочет своей ракета не хочет русский что еще не нравится в россии этому долго думать почему я здесь уже как дома если я еле другом месте я просто ждать что ерет обратно в россию я мог в таиланд мог австралия уже после вторая неделя давай домой хочу таиланде тупил 5 несколько домой я должен было два недели а после начала спецоперации у тебя не было желание вернуться обратно в америку я нет но я только по телефону чего говорили злую несколько много и на страницу яху они боюсь что здесь меняется пожестче вот это вообще мне просто интересно а твои друзья или родственники которые живут за границей звонили тебе спрашивали джей мы дожим ты в россии они только бы не связать по фейсбуком в америке в австралии и я не волнуюсь надо не волнуйся и все нормально я ничего не вижу это мне не знал что там и но у нас не трогать ничего просто вижу по телевизор что они и но потеряет свой сил работал полностью наоборот россия самый крепкий курс и деньги валюта на 2022 года никакая другая деньги работал так хорошо как рублей что это шокеет меня все это большая инфляция россия нет инфляции я не читаю я не понял цены на свою продукцию остался как было ноябрь декабрь последние 20 лет что я был россия я уехал австралии полтора года франции полтора года спальни полтора года в жизни что будто все это подруга бремли все вышли наварится и в россии джей знаешь мне есть три вопроса которые я задаю всем своим гостям назови главные стереотипы россии алкаш любит воевать это стереотип что я слышал из детства спионский типа каждый русский должен был как аспион или там что для тебя патриотизм патриотизм это просто любит свой страна естественно из твоей страны это может быть народ это может быть природа это может быть патриот это очень глубокий тема местом люди кто просто любит мы русскими сама лучше а нам тоже есть такая американская американская сама лучше австралийц или такой маленький острове 20 миллионов чарлиц мы сама лучше о да все слишком много пьет везде мир и это надо слышно пьяные люди что и страна сама лучше извини и используя не был другой страна нет их не было другой страна я не сразу есть какая меня лучше путешествовать потом болтает они все хочет болтает я просто знаю австралия сама лучше или америка сама лучше ты патриот россии да что будет патриот россии лучше путешествовать и ты видишь что другая страна есть потом будет больше меня здесь приключение постоянно здесь мне не скучно если я был в америке это каждый день было одинаково и я люблю разобразность у каждого не немножко по-другому и здесь россии это земли разобразие да 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 все правильно джей назови три главных качества русской души дружелюбный щедрый теплее сердце есть еще там почему много русских тебе делиться свой последний хлеб с тобой здесь больше общего общества чем это моё есть много разной точки это где это выдает и чувствует от людей спасибо тебя что ты сегодня пришел ко мне в гости мне кажется у нас получился очень интересный разговор спасибо за приглашение спасибо это проект мы и они я его автор мария шахова подписывайтесь на наш канал ставьте лайки и обязательно пишите комментарии и помните хорошо там где мы есть хлеб шахова подписывайтесь на канал и пишите комментарии в питании со сзади серийской